Сейчас будут говорить, что ты отдыхал в санаториях, когда другие погибали, воевали и погибали. Томсо, почему ты достойно не отвечаешь тем, кто реально тебя разоблачает? Говорят, что спор Путина с Сокуровым был спектакль. Алейкум ассалам. Не исключено. Итак, у нас в эфир был прислан вопрос. Томсо, привет из Израиля. Месяц назад начал смотреть твои видео. Благодарю за контент. Посоветуй хороший источник о истории ислама. И еще скажи, пожалуйста, чем музыка в исламе это харам. Хорошего эфира. Итак, по поводу истории. Нужно понять, какой период именно тебя интересует. Тогда, может быть, я что-то посоветую. Но так вообще, на самом деле, много книг. Есть такой сайт, называется «Свет ислама». И там очень много переведенной литературы с арабского языка. Очень много хороших книг, в том числе и исторических, различного исламского периода. Так, а что касается музыки в исламе, то есть прямой запрет на музыку. Это аят Курана, в котором упоминаются праздные речи. И муфасиры, толкователи Курана, сказали, что под праздными речами речь идет о песнях. Также есть отдельные тексты священные, запрещающие музыкальные инструменты. Поэтому это такое известное положение в исламе. Несмотря на то, что были какие-то отдельные, конечно, мнения ученых, как, например, Риман Хазма, который говорил, что не видит прямого запрета. Но это очень такое редкое, отклоненное мнение, основное мнение в исламе, которое я считаю, безусловно, правильным. Это что музыка и песни являются, песни под музыку являются запретными. Никак не отношусь, к нему самому я отношусь негативно, поэтому его решение, его роль в российской истории, она меня не интересует настолько, чтобы давать ей какие-то оценки. Пусть россияне дают ему оценки, это все-таки российский политик, советский, российский, он россиянин, он советский гражданин, пусть они дают ему оценки и решают, какую роль он сыграл в истории. В нашей истории, истории членского народа, он сыграл негативную роль, поэтому для нас это отрицательный персонаж. Саламу алейкум, смотрел последний комментарий Руслана Кутаева на разговор Путина и Сакурова. Саламу алейкум, да, я видел его комментарии, он и раньше высказывал, в принципе, такое, ну, подобное этому мнение. И, конечно, мне это мнение не близко, я не поддерживаю это мнение. Но, сдается мне, что Руслан Кутаев таким образом пытается, как бы, их же политику, российскую политику противопоставить против них самих. Говоря, вот вы все время хотели, ну, вот теперь, ну, типа, получаете, давитесь с нами. Что-то такое. Я не воспринимаю Руслана Кутаева как сторонника России, как предателя чеченского народа абсолютно. И то, что он говорит, я понимаю, что это, как бы, режет слух. И многие, наверное, уже поспешили его приписать к тому лагерю. Но, мне кажется, я, по крайней мере, сохраняю такое неплохое мнение о Руслане Кутаеве. Мне кажется, вот эти вот высказывания, его, они несут не тот смысл, что мы, там, россияне. А он, он, скорее, их троллит, как мне кажется. Я, я надеюсь на это. И если мы будем говорить серьезно об этом мнении, то, конечно же, я его не разделяю. Чечня, Чечень, это не Россия, и мы не хотим быть Россией. Мы 400 лет боремся за то, чтобы не быть Россией. И Руслан Кутаев, это тоже человек этих же убеждений, насколько я его знаю. Он тоже сторонник этой же идеи, он был соратником Масхадова. Вот. Поэтому я воспринимаю его, эти слова, как некий троллинг. Типа, вот вы, все это время вы хотели сделать нас гражданами, но вот теперь давитесь с нами. Мы теперь вот хотим быть президентами в вашей стране. Я это вот так воспринимаю. Говорят, что спор Путина с Сокуровым был спектакль. Алейкум ассалям. Не исключено. Не исключено. Ну как спектакль? Один в этом спектакле, как минимум, не знал о том, что он участвует в спектакле. Даже если мы предположим, что это был спектакль, то я не думаю, что оба в этом спектакле играли какую-то роль. Одного в любом случае использовали, я думаю, и он был искренен в своем этом спиче. Но так, конечно, не исключено. Вообще на таких встречах темы, вопросы, они обычно согласовываются. Но это не исключает того, что кто-то может пойти не по сценарию, задавать какие-то вопросы. Как мы помним, это было с солистом группы ДДТ. Шевчук, конечно, его фамилия, если я не ошибаюсь. Михаил Шевчук, по-моему. Помните, он задал вопрос Путину, сказал, вот перед свечей с вами мне звонили люди, из администрации, сказали, что звонили с администрации президента, и сказали не задавать вам неудобных вопросов. На что Путин ответил, а Юра, его зовут Юрий, Юрий Шевчук, по-моему. Он сказал, как вас зовут? Спасибо. Юра, говорит, меня зовут Юра. Юра, это провокация, сказал Путин. Поэтому такие моменты бывают. Исключать, что это был не спектакль, мы не можем. Но исключать, что это был спектакль, мы тоже не можем. Поэтому возможно. В том числе, знаешь, Юрия Хамзатова-Калмыкова. Нет, я не знаком, честно говоря, с этой личностью, но в 97-м году я отдыхал в Нальчике, в санатории имени Калмыкова. Он единственный из Кавказа, кто вел переговоры в Москве против ввода войск в Чараи. Затем, как мы знаем, никто не собирался вести переговоры, и он оставил свою должность и ушел из политики. Министр юстиции. Мне, честно говоря, неизвестно эта история. Но если это так, как ты говоришь, то это достойно. Сейчас будут говорить, что ты отдыхал в санаториях, когда другие погибали, воевали и погибали. Нет, это был 97-й, это как раз уже мы выиграли. Война закончилась, и в 97-м году двое нас было чеченцев, я и парень по имени Альберт. У нас была соседка Амад. Она нас повезла, причем это не какая-то, это не государственная какая-то программа, ничего подобного. Просто вот эта вот женщина, наша соседка, взяла нас двоих, повезла нас в Нальчик, в этот санаторий, привезла к ним. Я помню эту встречу даже, мы заходим, там, видимо, главврач или кто там директор санатория, какие-то врачи в белых халатах. Она говорит, вот, ну, как-то разговаривает с ними, какие-то комплименты, дуа там за них делает. Вот, говорит, два, как бы, мальчика из Чечни, и те очень рады, они нас принимают. То есть, это на таком уровне, чисто человеческом было, не государственном, это не правительство, между собой договорились. Просто вот женщина поехала, напрямую пришла к в этот санаторий, видимо, до этого она, какие-то договоренности с ними у нее были. Нас там приняли, где-то месяц, по-моему, мы находились, лечили, все, вот, все эти программы, ну, там не только мы двое были, там, имеется в виду, очень много было детей из самой Кабардино-Балкарии. А, кстати, потом еще одного мальчика, еще меньше нас возрастом, нам привезли, чеченцы, не помню, как его звали. И потом еще местный какой-то чеченец из Кабардино-Балкарии тоже туда, вот, всего нас в итоге четверо чеченцев там было. И остальные все русские, кабардинцы, балкарцы, ребята из Кабардино-Балкарии. И вот, но точно все те процедуры, которые проходили эти ребята, эти же процедуры были и у нас. Мы там принимали азотно-термальные ванны, нас возили, всякие грязолечебницы, минеральные воды, ну и плюс массаж лечебный, всякие электрофорезы, обследования. Все, короче, все, что они могли сделать, они нам делали. Поэтому огромная благодарность санаторию имени Калмыкова. В том, что почему ты достойно не отвечаешь тем, кто реально тебя разоблачает? А таким чайникам, как Чингиз, Чигатверка, отвечаешь, хотя их разоблачением и так никто здравый не поверит. Ну, ты, конечно, я думаю, слишком сильно преувеличил, преувеличил, сказав, что меня там реально кто-то разоблачает. Я пока еще не видел. Во-первых, нет у меня ничего того, за что меня можно было бы разоблачить. Хвала Аллаху. Я подозреваю, что ты имеешь в виду каких-то людей с двумя с половинами, допустим, людей, у которых там два с половиной человека аудитория, и они что-то там про меня говорят, лгут, как правило. Лгут на меня, и почему я им не отвечаю? Потому что я не считаю нужным ему отвечать. А почему я обращаю внимание на ЧГТРК, грязный, на различных кадыровских пропагандистов или их политиков? Потому что это изначально мои враги. С врагами ведут диспуты, им отвечают, их унижают, их опровергают. С ними надо так работать. А вот те люди, о которых ты говоришь, друзьями они однозначно не являются, но и до врагов они тоже не дотягивают. Я просто в упор их не вижу. Поэтому не считаю нужным им отвечать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»